Привет, друзья! Видеоканал Русская Америка. Показываю отчет по квартире на шестом этаже. Комплекс Марка Пола. Заработали мы 1616 долларов. Не очень хороший месяц ноябрь. Почему-то в этом году, если сравнивать с прошлым годом, ноябрь слабый. Я общался со многими собственниками, которые имеют новую квартиру в Майами. У всех такая же проблема была в этом ноябре. Пока на сумму в 2500 долларов мы не выходим в месяц, но я все делаю для того, чтобы это произошло. Мы очень много размещаем сейчас рекламы. Посмотрите, все русские группы ВКонтакте, Фейсбуке забиты нашей рекламой. Конечно, нарабатываем отзывы в букинге. Ну, не все легко. Идем к тому, чтобы наши акционеры были довольны. Мы безубыточны. Это большой плюс. Мы даже что-то зарабатываем немножко. Но, как еще раз хочу повторить, на 2500 мы пока не вышли. Но, я думаю, что придет то время, когда мы выйдем на 2500 долларов в месяц. И тогда, получается, прибыль будет составлять примерно 1500 долларов за квартиру. Если мы отнимем налоги и если мы отнимем обслуживание квартиры. Там есть еще одна вещь, которая называется капитальный ремонт дома. К сожалению, все сейчас за него платят. И вот так попало. Просто в этот момент мы купили квартиру, когда как раз настал капитальный ремонт дома. Но это от нас не зависит. Это тоже досчитывают к нам в расходы. Потом я буду в сводной в конце года делать отчет, где я это все укажу, покажу, расскажу. Но, с другой стороны, дом изменяется, дом улучшается. И стоимость дома, если мы надумаем вдруг продавать квартиру, стоимость квартиры в доме тоже возрастает. Потому что дом улучшается. Никто не захочет, если тебе накинули какую-то сумму, потом эту сумму просто-напросто терять. Поэтому все, конечно, поднимут эту сумму, которую заплатили все собственники. Там 590 квартир. Все они поднимут на стоимость продажи, на ту сумму, которую они заплатили. И, получается, стоимость продажи разрастет. Если будут вопросы, звоните, пишите. Плюс 1-347-265-6186. Будут уже, вот смотрю, это Дима мне отчет присылает. Он уже декабрь тут начинает заполнять. Ну, вот, кстати, матрас мы купили матрас. Потому что матрас там один был просто никакой. И жаловались клиенты. Ну, это необходимость, которую нужно покупать. Я даже не согласовывал это с акционерами. Сумма небольшая. Но я думаю, что все единогласно бы поддержали. Поддержали покупать матрас нужно, потому что это улучшит квартиру. И, соответственно, гости будут довольны.